Похвала Святому Отцу Нашему, Естафию, архиепископу Антиохии Великой. Один мудрый и опытный в любомудрии муж, в точности изучивший природу дел человеческих и познавший их непрочность, что ничего нет надежного и верного, внушает всем вообще людям не ублажать никого прежде смерти. Посему, так как блаженный Естафий уже скончался, мы со всей смелостью уже можем прославлять его, потому что если никого не должно ублажать прежде смерти, то ублажать достойных после их кончины можно безукоризненно, подлинно. Он уже прошел пучину житейских дел, избавился от возмущения волн, приплыл в тихую и безмятежную пристань. Не подлежит неизвестности будущего, не подвержен падению, но как бы стоя теперь на каком-нибудь камне и высокой скале, смеется над всякими волнами. Итак, ублажать его безопасно, прославлять его безукоризненно, потому что он уже не боится перемены, не опасается падения. Мы еще живущие, подобно колеблющимся среди моря, подлежим многим переменам, как те то поднимаются вверх, когда вздымаются волны, то низвергаются самую бездну. Причем ни это возвышение не безопасно, ни это низвержение не постоянно, потому что то и другое зависит от вод, текущих и не останавливающихся. Так точно и в делах человеческих нет ничего твердого и постоянного, но часто и быстро перемены. Один счастьем вознесен на высоту, а другой несчастьем не зринут в глубокую бездну. Но и тот пусть не горнится, и этот не отчаивается, потому что каждого постигнет весьма скорая перемена. Тот же не испытывает этого, кто переселился на небо, отошел к вожделенному Иисусу, пришел в страну безмятежную, откуда печаль и воздыхание удалятся. Исайя 35.10. Там нет ни подобия перемены, нет ни тени изменения, но все твердо и непоколебимо, все крепко и устойчиво, все нетленно и бессмертно, все неразрушимо и пребывает навсегда. Поэтому и говорится, прежде смерти не называй никого блаженным. Сирах 11.28. Почему? Потому что будущее неизвестно, и естество наше слабо, воля недеятельна, грех легко овладевает нами, и много сетей. Знай, говорится, что посреди сетей ходишь. Сирах 9.18. Непрестанные искушения, великое множество дел, постоянное нападение бесов, непрерывные восстания страстей. Вот почему и говорится, прежде смерти никого не называй блаженным. Итак, ублажать достойно после его смерти безопасно. Или лучше не просто после его смерти, но после смерти такой, когда кто окончит жизнь свинцом, с исповеданием и верою нелицемерною. Если некто назвал блаженными и просто умерших, то не гораздо ли более можно так назвать умерших таким образом? Кто же, скажешь, назвал блаженными и просто умерших? Соломон, премудрый Соломон. Не будь невнимателен к этому мужу, но представь, кто он был, как жил, в какой безопасности и наслаждении провел приятную и беспечальную жизнь. Он прошел все роды удовольствий, обдумал все способы душевного наслаждения, изыскал различные и многообразные виды радостей и, повествуя о них, говорил, «Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служинок, и домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото и драгоценности от царей и областей, завел себе певцов и певиц и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия». Екклезиас 2.4.8 «И так, что сам он говорит при таком обилии богатства, имуществ, удовольствий и наслаждений? У блажен я, говорит, у мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Обложение их, обоих, тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем». Екклезиас 4.2.3 «Поистине достоверный обличитель наслаждений, произносящий о них такой приговор. Если бы кто-нибудь из живших в бедности и нищете произнес этот приговор против удовольствий, то можно было бы подумать, что он осуждает их не по справедливости, а по незнанию их. Но когда порицает их тот, кто прошел все эти удовольствия и исследовал каждый путь их, то осуждение уже не подлежит сомнению. Может быть, вы думаете, что слово наше уклонилось от настоящего своего предмета, но если мы вникнем, то найдем, что сказанное находится с ним в ближайшем отношении. В дни памяти мучеников необходимо последовательно и беседы вести о любомудрии, «Говорим это, не осуждая настоящую жизнь, да не будет, но порицая удовольствие, потому что не жизнь есть зло, но жизнь бесцельная, необдуманная». 6.44 «Итак, кто прожил настоящую жизнь в добрых делах и в надежде будущих благ, тот, возможно, сказать, подобно Павлу Филиппийцам 1.22.24, «Если же жизнь по плоти доставляет плот моему делу, то не знаю, что избрать, влечет меня то и другое, именно желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, и оставаться во плоти нужнее для вас». 7.44 «Как было и с блаженным Естафием, который и жизнью, и смертью воспользовался по-надлежащему, он потерпел смерть за Христа не в собственной стране, а в чужой, это дело врагов, они изгнали его из Отечества, дабы посрамить его, но он сделался еще славнее и знаменитее через изгнание на чужбину, когда казал и конец дел. Такова слава его, что тогда, как тело его покоится во Фракии, память его ежедневно процветает у нас. И хотя гроб его находится в той варварской стране, но любовь наша, несмотря на столь великое расстояние и столь долгое время, ежедневно возрастает, или лучше, если нужно сказать правду, и гроб его у нас, а не только во Фракии. Памятниками святых служат не могилы, гробницы, столбы и надписи, но добрые дела, ревность по вере и чистая пред Богом совесть. Подлинно, блистательнее всякого столба, воздвигнута мученику эта церковь, заключающая в себе письмена не безгласные, но самыми делами громче трубы, возвещающие его память и славу. И каждый из вас, присутствующих здесь, есть гробница этого святого, гробница одушевленная и духовная. Если я раскрою совесть каждого из вас, присутствующих, то найду, что этот святой пребывает внутри души вашей. Видите ли, как враги не приобрели ничего, как они не угасили славу его, но еще более возвысили ее и сделали блистательнейшую, устроить столько гробниц вместо одной, гробниц одушевленных, гробниц издающих голос, гробниц, приготовляющихся к такой же ревности. Поэтому я и называю тела святых источниками и корнями и миром духовным. Почему? Потому что каждый из упомянутых предметов не удерживает собственной доброты в себе только, но и распространяет ее на далекое расстояние. Например, источники дают много воды и не удерживают ее в своих недрах, но, производя длинные реки, соединяются с морем, и длиною их, как бы протянутой рукой, уберутся за морские воды. Также корень растений скрывается внизу, в недрах земли, но не удерживает все силы свои в глубине, и особенно таково свойство виноградных лост, вьющихся по деревьям. Когда они распространяют свои ветви по высоким стволам, то простирают вьющиеся по этим подпоркам отрасли на далекое расстояние, образуя густотой своих листьев какую-то длинную кровлю. Таково свойство и мира. Часто оно лежит в коморке, но благоухание его, распространяясь через окна, на улице, переулке и площади, и ходящим вне, дает знать о скрывающейся внутри доброте ароматов. Если же источники, корень и растения и ароматы по природе своей имеют такую силу, то гораздо более тела святых. А что сказанное мною не ложно, свидетели вы сами. Так тело этого мученика лежит во Фракии, а вы не во Фракии находясь, но отстоя далеко от той страны, ощущаете благоухание на таком расстоянии. И поэтому и собрались. Так что ни дальность пути не воспрепятствовала, ни продолжительность времени не заглушила. Таково свойство духовных доблестей. Они не прикрываются никаким телесным препятствием, но цветут и возрастают каждый день, и ни продолжительность времени не ослабляет их, ни пространство пути не преграждает. Не удивляйтесь, однако же, что начиная это слово и похвалы, я назвал этого святого мучеником. Он своей смертью окончил жизнь. Как же он мученик? Я часто говорил в вашей любви, что мучеником делать не одна только смерть, но и душевное расположение. Не за конец дела, но и за намерение часто сплетается венец мученица. И не я, но Павел дает такое определение мучества, говоря так. Умираю каждый день. 1 Коринфянам 15.31 Как ты умираешь каждый день? Как возможно одному смертному телу принять множество смертей? Расположением, говорит, и готовностью к смерти. Так судит и Бог. И Авраам не окровавил меча, не обогрил жертвенника, не заклал Исаака, однако же совершил жертвоприношение. Кто говорит это? Сам принявший жертву. Не пощадил, говорит он, сына твоего возлюбленного, меня ради. Бытие 22.12 Между тем Авраам взял его живым и возвратил здоровым. Как же он не пощадил? А так, что о таких жертвах я сужу, говорит Господь, не по концу дел, но по расположению решающихся. Не умертвила рука, но умертвила намерение. Не вонзился меч в горло отрока, не перерезал шеи, но бывает жертва и без крови. Знают, о чем говорится, посвященные в тайны. Почему и та жертва совершилась без крови, так как она имела быть прообразом этой? Видишь ли, как еще в Ветхом Завете предначертан образ? Не отрицай же истины. Итак, этот мученик, а наше слово показало его мученикам, готов был на бесчисленные смерти, и все их претерпел расположением и ревностью. Много опасности, постигших его, перенес и самым опытом. И из отечества изгнали его, и на чужбину отправили, и многое другое воздвигли тогда против этого блаженного, хотя не имели никакой справедливой причины к обвинению, а только то, что, слушая слов Павла, стали служить твари вместо Творца. Римлянам 1, 25. Он удалился от нечестия и убоялся беззакония, но это достойно венцов, а не обвинения. Ты же посмотри на злобу дьявола, так как еще недавно прекратилась языческая война, и все церкви только что отдохнули от жестоких и непрерывных конений, и еще немного прошло времени, как затворены были все храмы идольские, погашены жертвенники, и сокрушено все бесовское неистовство. То это печалило злого беса, и он не мог спокойно переносить мира церкви. Что же он делает? Он производит еще другую, жестокую войну. Та была внешняя, а эта — внутренняя. В такой же войне гораздо труднее сберечь себя и легче подвигнуть, погибнуть подвергающемуся ей. В это-то время блаженный этот управлял нашою церковью. Болезнь эта, как некоторая сильная зараза, поднялась из стран Египта, потом, пройдя через промежуточные города, скоро вторглась и в наш город. Но он, бодрствуя, не наблюдая и предвидя издалека все имевшее случиться, отклонял приближавшуюся войну. И как мудрый врач, прежде чем болезнь вторглась в город, пребывая здесь, приготовлял лекарства и управлял этим священным кораблем великою предусмотрительностью, посещая все места, воодушевляя корабельщиков, мореходцев, всех пловцов, и возбуждая их к вниманию и бодрствованию. Как будто морские разбойники нападали и покушались отнять сокровища веры. И не только здесь он применял такое попечение, но и повсюду посылал людей, которые бы учили, убеждали, советовали, заграждали доступ противникам. Он был хорошо научен благодатью Духа, что предстоятель церкви должен заботиться не о той одной церкви, которая вручена ему Духом, но и о всей церкви по вселенной. Этому научился он из священных молитв. Если должно, говорил он, творить молитвы за вселенскую церковь от концов до концов вселенной, то тем более должно проявлять и попечение об ней о всей, равно заботиться о всех церквах и пищить о всех. И что было со Стефаном, это случилось и с ним. Как иудеи, не в силах, будучи противиться мудрости Стефана, побели того святого камнями, Деяние 7, 58, так и эти, не в силах, будучи противиться мудрости Естафия, и видя, что укрепление охраняется, изгоняют, наконец, проповедника из города. Но голос его не замолк. Человек был изгнан, а слово учения не было изгнано. Так и Павел был связан, а слово Божие не было связано. 2 Тимофеев 2, 9, и этот был в чужой стране, а учение его с нами. И так, изгнавшие его, они стремительно напали подобно сильному потоку, но ни растений не исторгли, ни семян не залили, ни возделанной нивы не повредили. Так укоренилось хорошо и искусно возделанное его мудростью. Впрочем, нужно сказать, для чего Бог попустил ему быть изгнанным отсюда? Эта церковь только что передохнула, имела немало утешения в управлении Ерсасия. Он со всех сторон ограждал ее и отражал нападение врагов. Для чего же он был изгнан? Для чего Бог попустил гонителем его? Для чего? Не подумайте, что слова мои послужат к разрешению одного только этого недоумения. Нет, если случится нам говорить о подобном и с язычниками или эритиками, то, что будет сказано, будет достаточно к разрешению всякого недоумения. Бог попускает истинной апостольской вере своей подвергаться многим нападениям, а ересем и язычеству попускает наслаждаться спокойствием. Для чего? Для того, чтобы ты познал слабость их, когда они и нетревожимые сами собой разрушаются, и чтобы ты убедился в силе веры, которая терпит нападение и через самих противников умножается. А что, это не моя догадка, но божественный ответ, данный свыше. Послушаем, что говорит об этом Павел. И он ведь некогда испытывал нечто человеческое, потому что, хотя он был и Павел, но причастен был нашего естества. Что же он испытывал? Он был гоним, подвергался нападениям, терпел бичевания, подвергался бесчисленным козням, от вне и изнутри, отказавшихся своими от чужих, и нужно ли исчислять, сколько он перенес бедствий. Итак, изнемогая и уже не перенося нападений врагов, которые всегда разрушали его учения и просили сего слову, он преподает Господу, призывает его и говорит, «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, давно мне жало вплоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». 2 Коринфянам 12, 7, 9. Знаю, что некоторые считают это немощи телесные, но это не так. Не так. А называет он ангелом сатаны людей, противодействовавших ему, потому что сатана есть слово еврейское, сатана значит противник. Таким образом орудия дьявола и людей, служащих ему, Павел называет ангелами его. Почему же скажут «прибавлено плоти»? Потому что плоть подвергалась бичеваниям. Но душа была легка, возбуждаясь надеждой будущих благ. Козни врагов не касались души его и не сокрушали внутренних помыслов, но достигали только плоти, и эта война не могла проникнуть внутрь. Так как плоть была раздираема, бичуема, связываема, вязав же душу, невозможно было, то он и говорит «Да но мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился». Намекая на искушение, скорби, гонения, потом он осем троекрасно говорит «Господа молил», то есть «часто я молился», говорит, «чтобы хотя немного отдохнуть от искушений». Но вы помните причину, о которой я сказал, что Бог попускает рабам своим терпеть бичевание, быть гонимыми и испытывать бесчисленные бедствия, именно для того, чтобы показать свою силу. Вот и здесь апостол молившийся о том, чтобы отступили от него бесчисленные бедствия и противники, не получил просимого, приводит и причину, почему он не получил просимого. Какая же это причина? Ничто не препятствует опять напомнить ее «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 648 Видишь ли, что Бог для того попускает ангелам сатаны нападать на рабов его и причинять им бесчисленные бедствия, чтобы проявилась сила его? Поистине, с язычниками ли или с жалкими иудеями мы станем рассуждать, для нас достаточно будет для доказательства божественной силы то, что вера, подвергаясь бесчисленным воинам, одержала верх, и тогда, как вся вселенная противоборствовала, и все с великим жаром гнали тех двенадцать человек, то есть апостолов. Они, бечуемые, гонимые, не терпевшие бесчисленные бедствия, были в состоянии в короткое время с полным превосходством победить причинявших их это. Для того Бог попустил и блаженному Естафию быть отправленным на чужбину, чтобы еще более показать нам и силу истины, и бессилие еретиков. И так он, отправляясь в ссылку, хотя покинул город, но любви к нам не покинул, и хотя был изгнан из церкви, но не считал себя чужным предстоятельства и попечения о вас, а тогда еще более оказывал попечения и заботливость, и призвав всех, увещевал не отлучаться, не уступать волкам и не передавать им паствы, но оставаться внутри, заграждая им уста и обличая их, а простейших из братьев утверждая. А что он повелел хорошо, это показал конец дела. Если бы вы тогда не остались в церкви, то большая часть города погибла бы, потому что в пустыне волки пожирают овец, но его речь воспрепятствовала им бесстыдно обнаружить свою злобу. Впрочем, не один только конец дела показал это, но и слова Павла, так как он по наставлению апостола, сделал такое увещание. Что же говорит Павел, готовясь некогда быть отведенным в Рим в последнее путешествие, после которого уже не надеялся видеть учеников, он говорил, я более не увижу вас. Говорил это не опечалить их желая, но утвердить. И так, намереваясь отправиться оттуда, он утверждал их таковыми словами в Деянии 20.29, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Троякая война, естество диких зверей, жестокость войны, то, что нападают не чужие, а свои, поэтому, естественно, война была жестока. Стих 30. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. В самом деле, если кто станет нападать на меня и воевать от вне, то я легко смогу победить его. Если же рана зарождается внутри от самого тела, то зло становится трудно исцелимым. Так точно было и тогда, поэтому он и увещевал, говоря, внимайте себе и всему стаду. Стих 28. Не сказал, покинув овец, бегите вон. Следуя этому наставлению, и блаженный Евсафий увещевал учеников своих, что именно слышал этот мудрый и доблестный учитель. Это слово исполнил он на деле. Так при нападении волков он не покинул овец, и хотя не восходил на престол начальства они, но это ничего не значило для благородной и любомудрой души. По чести начальников он оставлял другим, а труды начальников переносил сам, обращаясь среди волков, зубы зверей нисколько не вредили ему, настолько вера его была сильнее их угрызений. Таким образом, вращаясь внутри и занимая всех их борьбою с ним самим, он доставлял овцам великую безопасность. Но он не одно только это делал, что заграждал уса врагам и отражал богохульство, но обходил и самых овец и узнавал не уязвлен ли кто стрелою, не получил ли тяжелой раны и тотчас прикладывал лекарства. Делая это, он во всех вложил закваску истинной веры и не прежде отошел, как когда уже по устроению Божию блаженный Милетий пришел принять все это тесто. Тот посеял, а этот пришедший пожал. Так было и при Моисее и Ароне. Они подобно закваске обращаясь среди египтян сделали многих ревнителями своего благочестия. Об этом свидетельствует и Моисей, когда говорит, что множество иноплеменных людей с нами вышло вместе с израильтянами. Исход 12.38 Этому Моисею подражая, блаженный еще прежде начальствование исполнял дела потому что и Моисей еще не получив руководительство народом весьма сильно и мужественно наказывал обижающих, защищал обижаемых и оставив царскую трапезу, почести и преимущества поспешил к глине и деланию кирпичей, полагая, что попечение о своих почтение всякой роскоши, удовольствия и почести на него взирая тогда и этот увещевал всех начальников иметь попечение о народе и предпочел покою, труды и изгнания отсюда, подвергаясь непрестанным озлоблениям каждый день, но все для него было легко, потому что самое дело доставляло ему достаточное утешение случившимся. За все это, воздав благодарность Богу, будем подражать добродетелям этих святых, чтобы участвовать с ними и в венцах благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, честь и держава во веки веков. Аминь.